друзья всем привет вы на канале moto sancho и сегодня видео у нас будет называться разговор за чашкой кофе так что можете поставить ролик на паузу сходить на кухню заварить себе чай или кофе а потом присоединяйтесь мы с вами немного побеседуем утро сегодня выдалось солнечным и теплым но честно сказать я его проспал дело в том что вчера катался до поздней ночи а потом до половины пятого утра монтировал и загружал очередной ролик в youtube и в комментариях уже после загрузки читаю кто-то пишет что я встал уже на работу собираюсь выходить а санчо только только ролик загрузил значит еще даже спать не ложился что же в итоге проспал где-то до 11 после чего ко мне приехал дима и привез мне колокольчик то самое приспособление для разборки амортизаторов которое я не мог найти во время уборки у себя в мастерской оказывается ему дал попользоваться нашлось все в порядке все хорошо отлично после обеда выбрался забрал сына из школы и мы вместе с ним отправились тоже на одно важное дело мы поздравляли мою бабушку и его соответственно прабабушку с днем рождения ей сегодня исполнилось 90 лет 90 лет братцы задуматься только какой возраст я со своей со своего уровня 37 лет вот мне недавно исполнится 90 это это просто фантастика я не знаю доживу я до таких лет или нет ну поживем увидим что же потом потом меня вызвали на работу и я вот до 6 часов утра мотался по городу и в процессе наблюдал как погода начала изменяться небо затянуло серыми тучами все еще тепло но уже появился запах скорого дождя я думаю вы понимаете о чем я говорю вот то самое чувство когда вот-вот начнет с неба накрапывать дождик и за окном установится серая осенняя погода я не знаю как вы а я лично считаю себя человеком метеозависимым не в том плане что у меня суставы крутит или давление скачет у меня очень сильно настроение зависит от погоды за окном если на улице светит солнышко и ясное небо то я веселый задорный активный а как только устанавливается такая серость причем затяжная и видно что надолго тогда и настроение у меня как-то катится под гору я становлюсь вялый сонный и хочу впасть в спячку как медведь особенно это ярко проявляется осенью залезть куда-нибудь укрыться и все разбудите меня весной кстати очень люблю грозу казалось бы все небо в тучах но чувствуется в грозе такая мощь какая-то сила свежесть поэтому меня дома не понимают но я в грозу выхожу на улицу усаживаюсь под навесом чтобы сверху не капало но был максимальный обзор неба и наблюдаю за этими огромными кучевыми облаками за тучами за молниями слушаю гром в общем получаю от этого удовольствие теперь пожалуй пару слов можно сказать о предстоящих планах по ремонту я решил установить себе такой план минимум восстановить тот двигатель который стоит у меня сейчас на урале в котором стуканул коленвал и сделать его запасным резервным на случай выхода из строя основного двигателя а на основной взять другой ураловский картер и собрать движок с нуля сделать полную капиталку установить хороший коленвал новые подшипники расточить поршневую два поршня алмотовских у меня еще в запасе имеются ну и все остальные сопутствующие изменения и доработки которые позволят ему увеличить ресурс и без проблем надеюсь нас довести до конечной точки маршрута намеченного на следующее лето в каждом стриме у нас спрашивают а куда вы следующим летом собрались куда же будет следующее путешествие скажу об этом видео все-таки видео больше смотрят людей чем на стримы заходит мы хотим попытаться выехать в европу на запад и достичь берегов океана где-то в районе испании португалии там уж как получится для этого зимой необходимо будет озадачиться оформлением виз документов чтобы мы смогли туда выехать еще один камень преткновения еще один вопрос выпустят ли нас на урале с безномерной рамой в европу такой вопрос непонятный либо да либо нет но как я всегда говорю вариантов есть несколько мы можем попытаться выехать в польшу если в польше нас не выпускают есть еще граница с литвой есть еще граница с румынией или венгрией если поехать через украину ну и уж совсем крайний случай если нас на урале все-таки не пускают ни там ни там мы разворачиваемся возвращаемся домой меняем мотоциклы пересаживаемся на голдвинг не пропадать же визе и отправляемся в путешествие на нем конечно это будет не так интересно как на урале поэтому я лично за первый вариант чтобы именно уралом или именно с коляской проехаться по европе ну и конечно в этот план минимум который я себе составил кроме восстановления и сборки двух ураловских двигателей входит еще целый ряд задач по подготовке мотоцикла необходимо обязательно разобраться с креплением корыта коляски чтобы оно так не болталось и его не рвало по сварным швам необходимо разобраться с передней подвеской вот эти китайские амортизаторы которые я поставил на маятниковую вилку на мой взгляд все-таки слишком высокие и слишком жесткие я хотел бы поменять их на стандартные ураловские но с установленными внутрь амортизаторами от fiat punta вот только брать буду не газомасляные как на задней подвеске а чисто масляные они мягче и на передней вилке на мой взгляд работать будут получше необходимо разобрать коробку передач посмотреть в каком состоянии подшипники почему у меня плывут сальники на коробке также вскрыть обязательно редуктор где у меня стоит десятка которая везла нас по кавказу помните как под волгоградом мы ее разбирали у меня тогда выкрутились болты один болт обломала в общем такая разборка на коленке посреди поля в пыли и после этого я ее не трогал она прошла еще тысяч наверное 5 километров без проблем больше никаких нареканий не было и сейчас я хочу посмотреть что же с ней произошло за этот пробег и как она себя чувствует ну а помимо плана минимум у меня есть и план максимум в который входит покупка колясочного днепра самое главное к нему требования самое главное условие это наличие переоформляемых документов и живого хозяина очень часто встречаются объявления что мотоцикл с документами но оказывается что документы на какого-то дедушку которого к сожалению уже давно нет в живых в наследство никто не вступил и где наследники никто не знает есть только корочки и что с ними делать непонятно так вот я хочу купить мотоцикл который можно было бы переоформить в гаи с одного собственника на другого восстановить его в оригинале собрать для него надежный хороший двигатель и будет он выполнять функцию во-первых подменного мотоцикла на случай если вдруг с уралом не дай бог что-то случилось и мотоцикла для гостей как показали события этого лета гостей ко мне приезжает много и есть конечно охламон который можно им показать дать посидеть завести порычать но это не совсем то это скорее развлечение чем мотоцикл на котором можно было отправиться куда-то покататься по беларуси а хотелось бы именно надежную технику и например на двух мотоциклах проехаться и посмотреть какие-то красивые места в общем задумка у меня такая и я сейчас отслеживаю объявления отслеживаю какие-то появляющиеся на продаже именно днепры дело в том что у меня есть два днепровских двигателя один из которых можно будет туда установить ну и еще одно интересное дело есть у меня на ближайшее время это установка печки которую я вчера приобрел честно сказать потратил вчера час времени на то чтобы в интернете найти похожие печки и узнать откуда она такая не нашел нашел похожего размера похожей формы но без ушей для крепления ее к полу и без ограждения сверху вокруг плиты а судя по всем этим ограждениям и фиксатору зольника эта печка эксплуатировалась в таких условиях где либо есть качка либо какая-то тряска вибрация вот поэтому я и пришел к выводу это либо железная дорога либо речной может быть флот какой-то маленький буксир или катерок кораблик в общем что-то такое непонятное печка определенно интересная хоть и маленькая дрова придется пилить сантиметров по двадцать двадцать пять что работы мне добавит но ведь пока ты пилишь дрова ты тоже греешься так что печка свою функцию выполнять будет точно необходимо спроектировать придумать и найти трубы для дымохода выводить его все-таки буду в стену при этом около трех метров трубы еще будет проходить по мастерской учитывая что объем топки маленький то хотя бы от трубы мы получим какую-то теплоотдачу есть даже мысль одеть на эту трубу сверху кожух и с одной стороны установить вентилятор чтобы он через этот кожух прогонял воздух и тем самым отдавал тепло в как сказать объем мастерской воздух будет теплее соответственно и мастерская будет прогреваться так что печку эту надо будет почистить покрасить обслужить вернуть на место все крепления все что проржавело переварить переделать сделаем ее состояние новой и надеюсь она свою функцию будет выполнять исправно что же а сегодня за окном уже сумерки погода серое состояние сонная и созредоточиться сейчас на работе с уралом боюсь просто не получится а самое лучшее что можно сделать отправиться домой и выспаться отдохнуть набраться сил надеюсь завтра нам ничто не помешает снять с урала двигатель коробку редуктор переместить их в мастерскую где мы постепенно начнем их разбирать и смотреть что же там внутри произошло да и кофе у меня собственно практически закончился на этом будем прощаться всем спасибо что смотрели всем счастливо и всем пока